Из минометов сегодня была обстреляна Попасная Луганской области. Связь с городом утерена. Боевики самопровозглашенной ЛНР не прекращают атаки на позиции СИЛАТО в районе города Счастье. Здесь много раненых. Как развивается ситуация на Луганщине? Об этом Анастасия Пугач. Этим утром Попасная вновь подверглась минометному обстрелу. Снаряды разорвались недалеко от интерната. К счастью, обошлось без жертв. Город страдает от огня боевиков уже вторую неделю. За время обстрелов пострадало больше 200 объектов. Разрушены два детских сада, магазины, кафе и вагоностроительный завод. Также снарядом разбита местная станция скорой помощи. Уцелел только один автомобиль. И то только потому, что был на выезде. Из 20 тысяч населения половина покинула город. Последние удары, которые они наносят, создаётся такое впечатление, что это уже целенаправленные. Это в основном удары промышленные предприятия. Воду, свет и газ в Попасной подают по графику. Этой ночью боевики вновь обстреляли город Счастье. Со стороны Луганской ТЭС поднялся густой дым. После небольшого затишья сегодня днём бои возобновились. Складно было в районе на самом пути Счастье. Боевики с использованием минометов, тех, кто стрелять, неодноразово обстрелили позицию украинских фельско-службовцев. Это один из жилых кварталов города. В течение последней недели его обстреливают практически ежедневно. Дороги здесь в воронках. Под ногами битое стекло. Но уезжать из своих домов люди не спешат. А прятаться, если вдруг бомбят, куда есть? В подвал. В подвал? Да. А вам бы убежищ нету? Да где-то есть какой-то улицы, но я не знаю. А тем более, куда убивать. В городе много раненых, но везти их в местную больницу небезопасно. Медучреждение серьёзно пострадало во время обстрела градом в конце сентября. Теперь пострадавших эвакуируют на бронированной скорой. Тяжёлых больных вывозят за пределы города. А вот контейнеры с кассетными боеприпасами, которые залетели на территорию Счастьянского госпиталя. Это очень жесткая оружие, скажем так, которая при использовании незахищенных людей не залишает живым никого. Без разбора всех подрядов. То есть она не наносит шкоды будням и технице, но уничтожает всё живое вокруг. В городе можно купить лишь необходимые продукты, однако в магазинах совсем немного покупателей. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы работаете? Работаем. А куда делаться? Хлеб людям нужен. А есть хлеб? Есть хлеб. Привозят, да? Конечно, обязательно. А северодонецк? А покупатели есть? В данный момент нет. Как тихо бегут люди, естественно, как же ж. Меня вот обстреляли на той неделе. Я была ранена, но тем не менее хожу на работу. Схожая ситуация с продуктами и в других освобождённых городах. Вот полки одного из супермаркетов в северодонецке. Ассортимент скуден. В избитке алкоголь и соусы. А вот мясо, консервов и даже обычной воды в бутылках нет. Жители города Рубежное говорят, сейчас самое страшное для них безработица. А молодые мамы жалуются на то, что уменьшилась сумма соцвыплат. Мне нужно работу искать, а её нету нигде. Пенсийных хвата платить. И на рынке всё дорожает, и коммунальные дорожают. А пенсия-то на том уровне остаётся. Было лучше, когда было всё спокойно, всё было хорошо. Всё всему соответствовало. Но сейчас, когда ополчение, это ужас. Мы только за Украину, чтобы всё было хорошо. Люди говорят, хоть в Рубежном и нет боёв, обстановка всё равно неспокойная. Ещё и стреляют где-то, слышно. А где? Ну, сегодня ночью было. У нас стреляли. Это с какой стороны? Ну, слышно где-то с Залисичанск. В Рубежном уже несколько месяцев нет ни мэра, ни секретаря гурсовета. Сейчас городом руководит заместитель городского головы. Говорит, после освобождения восстановилось и финансирование из Киева. После того, как органы областные, будем говорить, облдежа, администрация заработала, ну, более... В Северодонецке уже? Да, уже в Северодонецке, тем более сейчас. Ну, и финансирование какое-то начало, будем говорить, где-то уже у нас с августа месяца. По словам местной власти, без дотации город не продержится и дня. Ведь из-за военных действий предприятия не работают. Анастасия Пугач, Оксана Котова, Александр Махов и Всеволод Филимоненко, телеканал Донбасс.